Журналисты одного из зарубежных телевизионных каналов провели расследование, посвященное наркотрафику в Европе и тем лицам, которые курируют движение запрещенных веществ по континенту. О результатах расследования далее в сюжете. 76 коробок из-под печенья и рахат лукума, но внутри не сладости, наркотики. Эти таблетки – психотропное вещество Каптагон, больше известное как боевой наркотик исламского государства. Замаскированный товар прибыл в Одесский морской порт Южный. Партия рекордная – 750 килограммов. Месяцем ранее здесь же обнаружили крупную партию кокаина в коробках с бананами – 112 килограммов. Большая часть должна была уйти в Европу и Россию. Силовики отмечают увеличение транзита запрещенных веществ именно с Украины. По словам оперативников, в мировую перевалочную базу наркотиков Одесский порт превратил мэр Геннадий Труханов. Он же через третьих лиц контролирует преступную схему. В досье итальянской полиции, составленном еще в 1998 году, Труханов упоминается как один из членов Одесской преступной группировки, причастной к убийствам, отмыванию денег, а также к контрабанде наркотиков и оружия. Так что бороться с наркотрафиком для него все равно, что пилить сук, на котором сидишь. Криминал составляет очень серьезную, извините, опору действующей в городе власти. Сам мэр города имел очень серьезные связи с криминалитетом. И я вполне допускаю, что все это имеет там двойной или тройной еще и городской одеял. И что все это давным-давно аффилировано в отдельную отрасль народного хозяйства, города-героя Одессы. Геннадия Труханова в криминальных кругах Одессы называют капитаном. Прозвище получил в 90-е, основав сеть бойцовских клубов с таким же названием. В них вербовали спортсменов в местную группировку. В 2014-м Труханов с большим отрывом выиграл выборы и первое, что пообещал, сотрудничать со всеми политическими силами и установить мир. Ни в том, ни в другом не преуспел. Однако это не мешает ему баллотироваться на новый срок. Этот человек, он пришел во власть и в политику на образе советского офицера, сторонника русского мира. Однако, как показывает практика, на самом деле этот человек абсолютно не имеющий никаких принципов, для которого что русский мир, что украинский мир одинаково чужды, для которого прежде всего главную ценность имеют деньги. Деньги, как известно, не пахнут, а потому предвыборная компания Труханова достойна лозунга «И вашим, и нашим», дабы заручиться поддержкой русскоязычного электората, он, например, обещает решить вопрос с хаотичной застройкой курортной зоны и вернуть проспекту Небесной Сотни имя советского маршала Жукова. Такие хитрые шаги Труханова, они известны всем одесситам. Если даже можно привести в пример, что он рассказывает о том, что он поддерживает нашу историю, борется за справедливость, и вместе с тем ходит в обнимку с радикалами-националистами, содержит их и оплачивает их. Главная боль всех одесситов – события 2 мая 2014-го в Доме профсоюзов. Точка в расследовании трагических событий не поставлена до сих пор ни виновных, ни обвиняемых. Что известно наверняка из материалов дела, показания против участников противостояния давал действующий мэр. Труханов, более того, сотрудничал со следователями Службы безопасности Украины и дал показания на защитников Дома профсоюзов. И многие из участников движения сопротивления в Одессе, участников антифашистского движения, они сидят в тюрьмах, в том числе благодаря Геннадию Труханову. Один из таких людей – Руслан Долгашея. Пять лет провел в тюрьме, освобожден в рамках обмена пленными в Донбассе. Он открыто заявляет – Труханов сотрудничает с радикалами. Я уверен, что возникшие на территории Одессы, Одесской области, радикальные организации, либо организации, которые поддерживали Майдан, например, Резвушкин, руководитель Автомайдана, и тоже Стерненко, находятся на финансировании материальной поддержки лично Труханова, либо через аффилированные с ним структуры. И это лишь часть сомнительной биографии градоначальника. В прошлом году Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло дело о незаконном обогащении Труханова. Доказательств было собрано столько, что единственным выходом оставить обвиняемого на свободе стало упразднение статьи из Уголовного кодекса.